Для пятимесячной Урси это уже третья выставка, пока удавалось брать первые места. За несколько минут до выхода на ринг последние приготовления. Собака должна выглядеть на все сто и понимать команды хендлера с полуслова. Это очень плодотворная работа, это каждодневная работа. Начинаю с самого утра и до самого вечера, потому что воспитание собаки занимает очень много времени. В соседнем павильоне в своей очереди выйти на ринг ожидает другая пара хендлера Алисы и Коли Дейзи. Здесь особое внимание уделяется внешнему виду собаки. Подготовить такую шевелюру-дефиле – работа не из легких. Обычно собака предварительно моется за день до выставки, после чего сушится специальным феном, который называется компрессор. Мы используем, например, сликер. Он нужен для того, чтобы прочесать шерсть у самого корня, хорошо разобрать волосы. Также есть обычная расческа-массажка. Она нужна для финишного, более поверхностного расчесывания. И в шерсть никогда не чешется на сухую. Всегда используются специальные кондиционеры, увлажняющие волосы. Пока на рингах выбирали лучших представителей пород, горожане знакомились с четвероногими в выставочных павильонах. Здесь и уже известные популярные в Пермехаске маламуты и редкие для города испанские мастифы. Выведена эта порода в Испании больше уже 300 лет. То есть это порода пастухи и охранники, также компаньоны. Максимальный вес идет от 80 килограмм и 72 сантиметра в холке. Ограничений никаких нет. Это у нас фелис торнадо РБНЕ 4 года и капа торнадо РБНЕ 3 года. То есть вывезены из питомника из Чехии. Фелис, она у нас уже взрослая собака. То есть она уже не вырастет, а капа еще подросток. То есть они растут где-то до 3 лет. Рядом с крупногабаритными собаками соседствуют и самые миниатюрные. Мальтийская баллонка, по-другому Мальтезе, наверное, является одной из самых древних. То есть еще до нашей эры были известны случаи наличия этих собак. Достаточно спокойная, очень тактичная собака. Ходит хвостиком за мной, за мамой. В особенности, поскольку она младшая, над ней старшая взяла шествие. То есть она ходит за старшей, а старшая ходит за нами. У нас вот такой небольшой паровозик получается дома. Ее зовут Гламурная Кетти, а старшую зовут Джоли Куколка. Тем временем Евгения с Орси вышли на ринг. По итогам этого беста Орси вновь стала лучшей.